Иду я, значит, по лесной дороге, никого не трогаю, и вдруг слышу сверху какой-то птичий писк или гвалт. Поднимаю голову и вижу, что в дубе, который растет прямо у дороги, такое аккуратное дупло. А вскоре появился его хозяин, большой пестрый дятел. Еще его называют краснохвостый дятел. Хотя на самом деле хвост у него черный, но гуско под хвостом ярко такого красного цвета. Особенно хорошо это заметно, когда дятел залезает в свое дупло. А тот самый писк или голодный гвалт издают его птенцы. Ну, судя по звуку, как я смог определить, в гнезде их как минимум два, а может быть даже и больше. Большой пестрый дятел на самом деле не такой уж и большой. Ну, размером как раз со скворца. У самки голова в основном черно-белых тонах. А у самца бывает ярко-красное пятно на затылке или в виде шапочки. Дятлы насекомоядные птицы. Ну, долбят дерево и выковыривают личинок из-под коры, а не только в тяжелые времена. А весной, когда они высиживают, вернее, выкармливают своих птенцов, они кормят их насекомыми. Насекомые эти, насколько мне удалось разглядеть, размером от мух до бабочек. Что-то я сильно сомневаюсь, что дятлы могут ловить их на лету. Скорее всего, собирают сидячих где-то там на листьях, на ветках деревьев. Дупло находится на высоте примерно 7-8 метров от земли. И дятлы чувствуют себя там в абсолютной безопасности. Я снимал их при максимальном зуме камеры, но все равно кадры получались довольно-таки мелкие. И тогда я решил поднять дрон, чтобы поснимать их поближе. Ну, когда прилетел первый из родителей, я точно не помню, был самец или самка, он сначала, видать, перепугался и отлетел на соседнее дерево. Потом где-то с минуты он рассматривал, что это за такая жужжащая штука висит в метре от его дупла. Ну, потом решил, что эта штука не является никаким его естественным врагом. Прилетел на соседнюю ветку в метре от гнезда. И потом на ту ветку, где находится его дупло. И стал кормить своих детленышей. Видать, инстинкт родительский пересилил страх. Ну, а второй родитель поступил еще проще. Он сел на этот свол с обратной стороны и так бочком-бочком из-за ствола вылез. Подошел, подполз, или как это правильно сказать, к дуплу. И какое-то время все не решался туда сунуть голову и отдать бабочку, которую он принес. Ну, потом, немножко поколебавшись, он все-таки покормил своих птенцов. Потом вылез, сел с другой стороны дупла, из-за ствола посмотрел. Убедился, что эта жужжащая штука на него не реагирует. И полетел добывать корм дальше. Вот такие интересные встречи происходят буквально в получасе ходьбы от дома. С вами был Виктор Рогов.